Здравствуйте, уважаемые слушатели! В сегодняшнем выпуске нашего подкаста мы погрузимся в мир промышленной автоматизации и надежной передачи данных. Мы подробно разберем руководство по проектированию сетей на основе стандарта RS-485, подготовленное инженером Томасом Кугельштадом из компании Texas Instruments, документ SLAA-272D. Этот подкаст станет вашим исчерпывающим гидом, который поможет в кратчайшие сроки научиться создавать по-настоящему надежные системы передачи данных. Раздел 1 и 2. Введение и особенности стандарта. В 1983 году Ассоциация электронной промышленности или Electronic Industries Association утвердила новый стандарт сбалансированной передачи данных под названием RS-485. Он быстро завоевал популярность и без преувеличения стал рабочей лошадкой в промышленных, медицинских и даже потребительских приложениях. Важно понимать, что RS-485 – это стандарт, описывающий исключительно электрические характеристики драйверов и приемников. В отличие от полных интерфейсных стандартов, он не определяет ни механические, ни функциональные аспекты, но служит прочным фундаментом для протоколов более высокого уровня. Ключевые особенности стандарта RS-485, которые мы должны запомнить, это сбалансированный или дифференциальный интерфейс, возможность многоточечной работы от одного источника питания 5 Вольт, впечатляющий диапазон синфазного напряжения шины от минус 7 на плюс 12 Вольт, поддержку до 32 так называемых единичных нагрузок, максимальную скорость передачи данных до 10 Мбит в секунду на расстоянии до 40 футов или около 1200 метров при скорости 100 кбит в секунду и максимальную длину кабеля до 4000 футов или около 1200 метров при скорости 100 кбит в секунду. Раздел 3.4. Топология сети и уровни сигналов. Стандарт RS-485 рекомендует организовывать узлы в сети по последовательной топологии, также известна как гирляндная цепь или шина. Как вы можете видеть на рисунке 3.1, при такой схеме все устройство подключается к единой кабельной магистрали через короткие отводы. Интерфейс может быть реализован в двух вариантах – полнодуплексным и полудуплексным, что наглядно показано на рисунке 3.2. Полнодуплексный режим требует две пары проводов и позволяет узлу одновременно и передавать и получать данные по разным парам. Полудуплексный режим использует только одну пару проводов, поэтому передачи и прием данных должны происходить в разное время. В обоих случаях, и это крайне важно, необходимо программно контролировать работу всех узлов, чтобы в любой момент времени на шине был активен только один передатчик. Одновременная активация нескольких драйверов приведет к конфликту на шине, что следует избегать любой ценой. Теперь об уровнях сигналов. Одна из главных причин высокой надежности RS-485 – это его электрические характеристики. Как видно на рисунке 4.1, драйверы стандарта обеспечивают дифференциальный выходной сигнал не менее 1,5 В. В то время как приемники способны распознавать сигнал с напряжением всего в 200 мВ. Этот огромный запас прочности и позволяет надежно передавать данные даже в условиях сильнейших промышленных помех. Раздел 5.6. Кабель терминирования и длина отводов. Для сетей RS-485 лучше всего подходит кабель типа «Витая пара». Почему? Потому что благодаря дифференциальной передаче внешние шумы наводятся на оба провода, пары почти одинаково и как синхсазная помеха. Эффективно подавляются приемником. В помышленности чаще всего применяют кабели с характеристическим импедансом 120 Ом. Пример такого кабеля вы видите на рисунке 5.1. Теперь о терминировании. Чтобы избежать искажения данных из-за отражения сигнала, линию передачи необходимо правильно терминировать. Это значит, что сопротивление терминирующих резисторов RT должно соответствовать импеданцию кабеля Z0. Поскольку стандарт рекомендует кабели на 120 Ом, то и на каждом конце шины, как правило, устанавливается по одному резистору номиналом 120 Ом. Этот базовый вариант вы видите на левой части рисунка 6.1. Однако в приложениях, которые работают в условиях сильных промышленных помех, эту схему часто улучшают. Вместо одного резистора на 120 Ом используют фильтр низких частот, как показано на правой части рисунка 6.1. Он состоит из двух резисторов по 60 Ом и конденсатора, что обеспечивает дополнительную фильтрацию шума. Здесь есть важный нюанс. Очень важно, чтобы номиналы этих двух резисторов были максимально одинаковыми, поэтому рекомендуется использовать прецизионные компоненты. Иначе это может привести к обратному эффекту — преобразовании синфазной помехи в дифференциальную. Теперь о отводках или стабах. Их длина должна быть как можно короче. Существует важное правило — электрическая длина стаба должна быть меньше 0,1 времени нарастания фронта сигнала драйвера. Эту зависимость описывает формула 1. Мы не будем ее зачитывать, но давайте разберем, как проводится расчет. Максимальная длина отвода вычисляется как произведение времени нарастания сигнала драйвера, скорости распространения сигнала в кабеле и скорости света, разделенная на 10. В таблице 6.1 вы можете видеть примеры расчета максимальной длины стаба для разных драйверов. Раздел 7.8, отказоустойчивость и нагрошка на шину. Давайте поговорим об отказоустойчивости или failsafe. Это важнейшая способность приемника сохранять определенное состояние на выходе, когда сигнал пропадает. Такая потеря сигнала может произойти по трем причинам. Обрыв цепи, короткое замыкание или простой шины, когда ни один передатчик неактивен. Современные трансиверы часто имеют струйные схемы failsafe, но их запас по помехоустойчивости может быть довольно мал, поэтому для шумных сред рекомендуется использовать внешнюю схему, как показано на рисунке 7.1. Номинал резисторов для этой схемы рассчитывается по формуле 2. Расчет зависит от минимального напряжения питания шины, желаемого дифференциального напряжения с учетом запаса на шум и импеданса кабеля. Например, для шины 120 Ом при питании 4,75 Вольта расчет делает сопротивление около 528 Ом. Теперь посмотрим, как это влияет на нагрузку шины. Каждое устройство на шине, включая схемы failsafe, увеличивает общую нагрузку. Для стандартизации введено понятие «единичные нагрузки» или UL. Стандартный драйвер должен быть способен работать с 32-мя такими нагрузками. Внешняя схема failsafe сама по себе создает нагрузку до 20 единиц. Поэтому максимальное количество трансиверов на шине уменьшается. Чтобы рассчитать, сколько устройств можно подключить, используется формула 3. Нужно из 32 вычесть 20, а результат разделить на нагрузку одного трансивера. Разделы 9 и 10. Скорость, длина и размещение узлов. Максимальная длина шины напрямую зависит от скорости передачи данных. Это компромисс. На рисунке 9.1 показана эта зависимость для типичного кабеля RS-485. Эту кривую можно условно разделить на три участка. Теперь посмотрим на минимальное расстояние между узлами. Каждое устройство на шине, включая схемы failsafe, добавляет на шину емкость, что создает несоответствие импедансов и отражение сигнала. Чтобы этого избежать, нужно выдерживать минимальное расстояние между узлами. Оно рассчитывается по формуле 4, которая связывает сосредоточенную емкость нагрузки и распределенную емкость кабеля. На рисунке 10.1 эта зависимость показана графически. Раздел 11. Заземление и изоляция. И, наконец, мы подошли к одной из самых важных тем — к правильному заземлению. При проектировании линий между удаленными объектами нужно всегда исходить из того, что между их землями существует значительная разность потенциалов, или GPD. Как показано на рисунке 11А, это напряжение складывается с сигналом как синфазный шум. Прямое соединение земель проводом, как на рисунке 11Б, тоже не рекомендуется. Это создает земляную петлю, которая улавливает помехи. Частичное решение с резисторами, показанное на рисунке 11С, уменьшает ток, но не решает проблему чувствительности к шуму. Единственный по-настоящему надежный способ — это гальваническая изоляция, как это детально показано на рисунке 11.2. При таком подходе сигнальные линии и питание трансивера полностью электрически отделяются от остальной части устройства. А на рисунке 11.3 показано пример для целой сети, где все удаленные устройства изолированы, а только одно главное — задает общий опорный потенциал. Заключение. Итак, мы рассмотрели ключевые аспекты стандарта RS-485, основываясь на техническом руководстве от Tehos Instruments. Мы коснулись основных тем — от выбора топологии и кабеля до таких практических вопросов, как терминирование, отказоустойчивость и гальваническая изоляция. Мы надеемся, что эти справочные материалы будут полезны в вашей работе и помогут принимать верные инженерные решения. Если этот разбор был для вас полезен, пожалуйста, поддержите наш канал лайком и подпиской. Ваша поддержка помогает нам и дальше делать сложные технические знания доступными для большего круга специалистов. Спасибо за внимание и до новых встреч!